День Матери Слово Божье из Писания Я бы даже так сказал, что это продолжение той серии проповедей о библейских героях, которые я начал И вот в этот раз мы будем говорить о герое по имени Анна У меня много библейских героев, с которых я беру пример Я думаю, у вас тоже есть такие герои Вот мы об Иосифе как-то говорили Давид большой герой Другие персонажи из Библии являются большими героями Но если я бы говорил о героях-женщинах в Библии Для меня лично на первом месте однозначно Анна, которая была матерью Самуила И сегодня я хотел бы, чтобы мы вместе поговорили о том Я бы эту проповедь даже назвал Анна, неправильная мать Почему? Мы сейчас узнаем Анна показала очень интересный пример для нас И она показала, как нужно доверять Господу Как нужно доверять Богу Огромнейший пример не только для матерей Не только для девушек или для женщин Это пример для всех нас, друзья И мы давайте вместе прочитаем Не будем читать всю главу Первую главу первой книги царств Выборочно прочитаем некоторые отрывки Некоторые отрывки отсюда Был один человек из Рафаим Цофима с горы Ефремовой Имя ему Елкана, сын Иерахама, сын Илья, сына Тоху, сына Цуфа, Ефрафянин У него было две жены, имя одной Анна, а имя другой Финана У Финаны были дети, у Анны не было детей И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться И приносить жертву Господу Саваофу в селом Там были Или и два сына его, Офни и Финиес, священниками Господа В тот день, когда Илкана приносил жертву Давал Финане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части Анне же давал часть особую Потому что любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее Соперница ее сильно огорчала ее Побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень Та огорчала ее, а эта плакала и не ела И сказал ей Илкана муж ее Анна, что ты плачешь? И почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя десяти сыновей? И встала Анна после того, как они ели и пили в селоме Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень И была она в скорби души, и молилась Господу И горько плакала, и дала обет, говоря Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы Твоей И вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей И дашь рабе Твоей дитя мужского пола То я отдам его Господу на все дни жизни его И бритва не коснется головы его Вот такую историю мы прочитали И не буду читать пока что дальше Потому что я хотел бы, чтобы мы остановились И посмотрели на то, как нужно доверять Господу На примере Анны Простите, пожалуйста Мы видим как минимум три действия в этой главе Как Анна доверяла Господу Как минимум три И мы на них остановимся И мы видим, как в них выразилось невероятное доверие Господу Просто невероятное И первое действие, которое Анна сделала Анна во время скорби обратилась к Господу за решением ее беды Она не пошла к другим людям Она не пошла Хотя в то время были врачи или лекари Которые лечили людей И могли бы помочь ей Мы не видим из контекста Мы не видим из этой истории того Что Анна обращалась к этим людям Возможно это было Возможно нет Но она, мы знаем, точно обратилась к Господу Мы знаем, что в то время были другие божества Которым поклонялись люди Особенно окружающие народы И у израильского народа было большое искушение Обратиться к этим идолам для помощи Один из израильских царей так хотел сделать когда-то Позже уже И эта история написана в Слове Божьем Те, кто читают Слово Божье, друзья Вы знаете эту историю Как он послал вместо того, чтобы обратиться к Богу Он послал послов в соседнее государство Чтобы они спросили у этого прорицателя Который был жрецом божества языческого Чтобы вот скажи, что будет со мной Выздоровею я или нет И Господь за это наказал очень сильно этого царя Но Анна, мы видим, что она обращается к Господу Друзья, я не против, чтобы мы обращались к врачам И это наоборот нужно, наверное, делать Иисус говорил, нездоровые имеют нужду во враче, но больные И хорошо, когда мы просто не только идем к врачам А мы идем к Господу в первую очередь Или скажем так, мы не к врачам идем в первую очередь А мы когда к Господу идем в первую очередь Тогда Господь нам помогает Хорошо, когда любая проблема, которая у нас есть Она начинается и заканчивается Господом Когда мы начинаем решение проблемы с Господом И когда мы заканчиваем решение этой проблемы Господом Это могут быть разные сложности Это может быть проблема со здоровьем, как у Анны была Проблема в семье, проблема на работе, проблема у родственников или еще у кого-то Это могут быть разные ситуации, но хорошо, когда мы обращаемся Мы часто недооцениваем, как много может Господь Или мы часто недооцениваем, насколько Господь должен быть вовлечен в нашу жизнь Если мы заболели легкой простудой Мы иногда, наверное, склонны даже вместо того, чтобы к Господу обратиться Мы просто таблетки Где там какие таблетки, давайте я приму И я знаю, что поможет Там температуру сбить Или еще там растирка какая-то И поможет И оно поможет А вы знаете, друзья, сколько людей в мире умирает от гриппа Например, от обыкновенного гриппа Сколько в год умирает людей в мире Я читал статистику Я сейчас не помню ее точно Но это десятки тысяч людей в год, которые умирают от обыкновенного гриппа Потому что он иногда дает неожиданные осложнения И мы иногда думаем Да ничего страшного, я заболел А вот если тяжелая болезнь, когда врачи помочь не могут Тогда да, тогда надо вот в церковь записку передать Чтобы церковь за меня молилась Друзья, надо молиться всегда И в легком случае И в тяжелом случае Чтобы Господь нас благословил Чтобы Господь помог или провел нас через эту болезнь Пусть даже она небольшая Или же она большая Чтобы Господь нам помог И Господь нас вел за собой У Анны была Друзья, чтобы вы понимали Или я думаю, вы и так понимаете Но у нее была очень большая проблема У нее не было детей В восточной культуре того времени И даже сейчас Бездетность Это огромнейшая проблема Друзья, если у нас в церкви есть такие люди Которые не могут иметь детей Такие семьи Друзья, я готов молиться вместе с вами Я переживаю вместе с вами И я не понимаю людей Которые не хотят иметь детей Которые каким-то образом Всячески пытаются этого избежать Потому что мы знаем Что дети — это подарок от Господа И есть случаи, когда Когда семьи не хотят иметь детей А потом они хотят И не могут И не могут найти причину Почему так происходит Друзья, это очень важный вопрос Ответ на который Находится в Слове Божьем И вот Господь Анне почему-то не давал детей Как я уже говорил В то время это была Огромная проблема Потому что Ну, во-первых Это как бы У тебя продолжение рода есть Если есть дети Они будут продолжать твой род Они будут Нести твое имя Дальше Или твое название Фамилии И так далее Но так же это было И потому что В то время отсутствовала Система социального обеспечения Как вот есть в современном мире Если у тебя нет детей Это означает Что в принципе в старости Ты обречен на голодное существование Потому что Ты уже не сможешь работать Тебя нет сил Нет здоровья А некому о тебе позаботиться Некому тебя будет Там Обслужить Покормить И так далее Или как у нас Вот есть пословица В русском языке В старости Чашку воды подать Да Дети Вот хорошо Когда есть дети Чтобы они в старости Подали чашу Чашку воды Или стакан воды Наверное Вот что-то Это с тех времен Еще имеет какую-то связь Друзья Но детей Нужно иметь Не для того Чтобы они в старости Чашку воды подали Стакан воды Да Это Наверное Слишком примитивное желание Или такое эгоистичное желание Что вот я воспитываю детей Чтобы они обо мне в старости Заботились Мы увидим дальше Почему нам необходимо Для какой цели нам нужны дети Друзья Так вот Анна обращается к Господу Для того Чтобы Господь Ей помог И Господь ответил На ее Проблему Я еще раз призываю Всех нас Не недооценивать Важность Необходимости Общения с Богом И обращения К Нему за помощью Когда У нас есть сложности Так вот Мы видим Что первое действие Которое Анна сделала В этом время И В этой ситуации Что когда Они Пошли в храм Пошли на молитву Анна обращается К Господу И она там молилась И она обратилась К своему Богу К Господу Израиля Второе действие Которое сделала Анна И мы видим это В этом отрывке Который мы прочитали Анна дала обет Господу Чтобы показать Свою решительность Анна дала Богу Обет Друзья Когда я был Маленький И я слышал Вот слово Обет в церкви Я с детства Ходил в церковь С родителями Я почему-то думал Что речь идет О еде Вот обет Это обет Который на стол накрывают Но это разные слова Есть обет Есть обет Да Вот если Если бы дети здесь были Для них возможно Это было бы важно Понимать тоже Но вот Потому что Обет означает Обещание Или даже можно сказать Клятва Которую человек дает В знак чего-то И Но я когда слышал Проповеди Со словом Обет Я почему-то Думал всегда О еде Но это неправильное Понимание Так вот Мы наверное Задумываемся Зачем вообще Давать обеты Или когда Нужно давать Обеты Друзья Обет Это признак Решительности И посвященности Определенной цели Это когда Человек Говорит Что я Настолько Предан Вот этому делу Или этой цели Я настолько Хочу добиться Результата Что я даю Тебе Бог Я даю Тебе Определенное Обещание И у нас В слове Божьем Есть Хорошие Примеры Когда люди Давали Обещания И Есть плохие Примеры Есть не совсем Хорошие Примеры Скажем так Вот Например Иефай Был такой Судья Израиля И он Когда-то Так Необдуманно Он Шел на войну С амонитянами Которые Превосходили Израильтян По количеству По мощности По мощи По своей И вот Ему нужно На нем Лежала Огромная Ответственность Ему нужно Было Защитить Свой Народ Его Выдвинули Поставили Предводителем Лидером И Иефай Дал тогда Обед Вы помните Наверное Он сказал Первое Что выйдет Из моего Двора Когда я Буду Возвращаться Я принесу Господу В жертву И первая Вышла Его дочь Когда он Возвратился И Господь Действительно Дал ему Эту победу Друзья Есть Хорошие Примеры Когда люди Давали Мудрые Обеты Или Обдуманные Обеты И они Их Выполняли Например Иаков Если Помните Когда он Шел В страну Чужую Когда он Шел Со своего Дома И он Не знал Что его Ждет Впереди Абсолютно Одинокий Абсолютно Забытый Всеми Потому что Он оставил Своих Родителей Он идет К далеким Родственникам Мать Сказала Иди Куда-то Туда На деревню К дедушке В ту страну Откуда Я родом И вот там Где-то Есть Мой брат Мои родственники И найдешь Их Они тебя Примут И Иаков Идет И не зная Что его Ожидает Он на пути Дает Богу Обещание Говорит Если ты Меня благословишь Я из всего Что ты Мне дашь Я отдам Тебе Десятую Часть Это один Из Кстати Один из Ранних Примеров Десятины В Слове Божьем Есть Другой Пример Когда Мы знаем Простите Когда Например Иона Находился В море Вы помните Что Была Большая Буря И Люди Выбрасывали Которые Вот Корабельщики Которые Были Язычниками Они Выбрасывали Из корабля Весь Багаж Который Они везли Вот этот Груз Для того Чтобы Облегчить Корабль Чтобы он Во время Шторма Не утонул И Когда Они Выбросили Иону По его Слову Вдруг Резко Наступает Тишина Прекращается Шторм И Они В большом Шоке Они В большом Ужасе От того Что Произошло И Написано Что Они Принесли Богу Обеты То есть Дали Определенные Обещания Вот этому Богу Которому Служил Иона То есть Настоящему Живому Богу Хотя Люди Эти Сами Были Язычниками То есть Для них Это Было Огромным Свидетельством И Они Дали Какие-то Свои Определенные Обещания Возможно Это Был Знак Благодарности В знак Того Что Они Были Спасены Что Им Не Пришлось Погибнуть В этом Шторме В этом Путешествии Как-то Один брат Я слышал Проповедь Давно Еще Один брат Молодой Проповедовал На стих Лучше Не обещать Чем Обещать И Не исполнить Есть Такой Стих В Слове Божьем И Вот Он Из Обещать Не надо Друзья Обещать Я Хотел бы Сделать Противоположный Вывод С этого Стиха Или Сегодня Призвать Вас Лучше Обещать И 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 Анна Мы Видим Что Анна Когда Она Обратилась Господу Когда Она Пришла В Этот Храм Когда Она Была Там Находилась Молилась Она Дает Богу Обет И Она Дает Очень Интересный Обет Она Говорит Что Если Ты Мне Дашь Призришь На Скорбь Рабы Твоей И Вспомнишь Обо Мне И Не Забудешь Рабы Твоей И Дашь Рабе Твоей Дитя Мужского Пола То Я Отдам Его Господу На Все Дни Жизни Его И Бритва Не Коснется Головы Его Здесь Четкая Отсылка К Традиции Или К Обычаю Назарейства Которое Было Дано В Законе Назарейство Это Когда Какой-то Человек Или Родители Какого-то Человека Могли Посвятить Его На Служение Богу На Определенный Период И Во Время Этого Периода Этот Человек Не Должен Был Подстригать Свои Волосы Он Не Имел Права Пить Вино И Ничего Что Производит Виноградная Лоза То есть Даже Виноградный Сок И Там Были Определенные Ограничения На Него Например Самсон Был Назареем Мы Знаем И Вот Она Ему Она Говорит Что Я Посвящу Его Богу Но Самое Интересное Что Здесь Она Говорит Я Посвящу Его Не На Определенный Период Какой-то А Я Посвящу Его На Все Дни Жизни Его То есть На Всю Жизнь Он Будет Посвящен Господу Вот Такой Она Обет Дает И Представьте Это Дает Женщина У Которая Нет Вообще Детей И Она Говорит Такие Слова Это Очень Большой И Очень Важный Обет Который Она Чтобы Показать Своё Доверие Богу И Показать Свою Решительность Она Дала Богу Обещание Для нас Хороший Пример Друзья Если Мы Проходим Через Тяжелый Период В жизни Дайте Богу Обещание Если Вы Находитесь В таком Положении Как Анна Подумайте Что Вы Можете Посвятить Богу Подумайте Что Вы Могли Б Исправить Своей Жизни Для Того Чтобы Господь Понял Насколько Вы Решительны В вашем Желании Или Насколько Вы Посвящены Ему В вашем Вашей Проблеме Насколько Вы Можете Доверить Ему Очень Часто Мы Относимся К нашим Проблемам Легкомысленно Я Еще раз Говорю Что Мы Часто Думаем И Больше Надеемся На Какие-то Таблетки На Какие-то Лекарства Например Особенно Когда Речь Идет Здоровья Вместо Того Чтобы Надеяться На Господа Поэтому Мое Желание Мое Сегодня Стремление Побудить Вас Покопаться В своем Сердце И Подумать Что Я Могу Доверить Богу Мы Можем Прочитать Другой Отрывок И Дальше Чуть-чуть Пропустим И Прочитаем Что Произошло Потом После Того Как Она Дала Обет Мы Видим Что Господь Услышал Ее Просьбу И Она Действительно Родила Мальчика И Проходит Какое-то Время И Мы С 21 Стих Та же Глава Первая Глава С 21 Стих Прочитаем До Конца Главы И Пошел Муж Ее Елкана И Все Семейство Его Совершить Годичную Жертву Господу И Обеты Свои Анна Ж Не Пошла Сказав Мужу Своему Когда Младенец Отнят Будет От Груди И Подрастет Тогда Я Отведу Его И Он Явится Пред Господом И Останется Там Навсегда И Сказал Елкана Муж Ее Делай Что Тебе Угодно Оставайся Доколе Не Вскормишь Его Грудью Только Да Утвердит Господь Слово Вышедшее Из Уст Твоих И Осталась Жена Его И Кормила Грудью Сына Своего Доколе Не Вскормила Когда Вскормила Его Пошла С Ним В Селом То есть Там Где Была Скиния Там Где Или Священник Был Взяв Три Тельца И Одну Ефу Муки И Мех Вина И Пришла В Дом Господа В Селом Отрак же Был Еще Дитя И Закололи Тельца И Привела Отрака К Илию И Сказала О Господин Мой Доживет Душа Твоя Господин Мой Я Та Самая Женщина Которая Здесь При Тебе Стояла И Молилась Господу О Сем Дитя Те Молилась Я И И И И И И И И И Интереснейший Отрывок И Настолько И Невероятная Решительность В действиях Анны Анна Привела Своего Ребенка К Господу Это Третье Действие Которое Она Здесь Сделала Она Привела Его Господу Она Привела Его Как в Прямом Смысле Физически Она Взяла Его И Отвела Совершенно В другой Город В другое Место И Она Привела Его И Духовно Она Его Отдала По сути Я не знаю Сколько лет Ему было На то время Но Она Отдала Его По сути На воспитание Священнику Илью Который Был Судьей Израиля На то время И Священником Одновременно И Она Она Приводит Его В знак Того Что Она Обещала Господу То есть Для Исполнения Своего Обещания Господу Она Знала Что Без Этого Обета Который Она Дала У нее Не Было Бы Детей Она Знала Что Господь Ответил На ее Просьбу Она Осознавала Что Этот Ребенок Не Ее Друзья Она Осознавала Что Бог Дал Ей Этого Ребенка И Она Благодаря Этому Поступила Вопреки Материнскому Инстинкту Почему Вопреки Потому Что Материнский Инстинкт В том Чтобы Защищать Своего Ребенка Держать Его При Себе Воспитывать Его Как Ты Хочешь Растить Его И Передавать Ему Свои Ценности Чтобы Этот Ребенок Заботился Потом Обо Мне И Так Далее Но Мы Видим Что Здесь Она Поступает Совершенно Невероятным Образом Совершенно Нелогическим Образом Она Берет Своего Малолетнего Ребенка Единственного И Отводит Его В храм И отдает Его Священнику Илию Друзья Написано Вот Что Когда Он Был Отнят От Груди То Это Сколько Ему Было лет До Сколько лет Она Его Но Я Не думаю Что Она Кормила Его Больше И Вот Представьте Такого Маленького Ребенка Вот Если У вас Есть Дети Если У вас Особенно Дети Такого Возраста Вот Представьте Вы Берете Своего Ребенка И Отвозите Его Куда Нибудь Ну Там В Мизури Например Вот В Другой Штат Далеко От Вас Где Есть Хорошая Духовная Семинария Я Я смотрю Некоторые Из вас Улыбаются Но Здесь Нечему Улыбаться Вы Просто Представьте Себе Решительность Анны И ее Сердце Ее Состояние Возьмите Своего Ребенка И Отвезите Его Куда То И Оставьте Его Там Навсегда И Сможете Приезжать Только Раз В Год Чтобы Увидеть Своего Ребенка Какая Мать Это Сделает Я Думаю Что Были Люди Которые Осуждали Ее И Которые Говорили Тебе Что Больше Всех Надо Там У Илья Свои Есть Сыновья Которые Служат При Скине При этом Храме Зачем Тебе Еще Своего Сына Туда Давать Там Есть Кому Трудиться Там Есть Достаточно Вот Бог Тебе Дал Сына Радуйся Воспитывай Наслаждайся Твоим Сыном Но Мы Видим Что Она Поступает Как Ненормальная Мать Вот В хорошем Смысле Этого Слова Она Отказывается От своего Ребенка Для того Чтобы Отдать Его Господу Для того Чтобы Посвятить Его Господу Друзья Я Хотел бы Чтобы Мы Все Были Как Это Анна Чтобы Мы Смогли Отдать Господу Своих Детей Мы Очень Часто Настолько Настолько Поглощены Вот Этой Мыслью Что Это Наши Дети Что Мы Даже Забываем Передать Богу Контроль Над Их Жизнями Мы Настолько Их Опекаем Настолько Их Оберегаем Настолько Их Воспитываем Для себя Что Мы Забываем Даже Что На самом Деле То Дети Это Подарок От Господа То Это Его Дети Которых Он Дал Нам На Какой То Период Для Воспитания Для Того Чтобы Мы Их Привели К Нему Если Вы Помните Две Недели Назад Брат Игорь Максименко Проповедовал И вот Он Говорил О Воспитании Детей Очень Хорошая Проповедь Я Призываю Вас Если Вы Не Были Или Если Вы Не Слышали То Посмотрите На нашем Ютуб Канале Эту Проповедь Она Меня Тронула Очень Глубоко Друзья И Я Думаю Что Когда Мы Посвящаем И Господь Не Оставит Наших Детей Нужно Только Понимать Что Это Его Дети Что Они Должны Быть Посвящены Для Него Очень Часто Мы Приносим Детей Сюда В Церковь Для Того Чтобы Их Благословил Пастор Для Того Чтобы Церковь Помолилась Вместе Но На этом Вот Это Посвящение И Заканчивается На Это Мы Забываем Что На самом Деле Задача Наша Когда Мы Говорим О Посвящении Богу Это Воспитать Этого Ребенка Для Бога Чтобы Этот Ребенок Вырос И Он Принес Богу Определенный Плод Определенную Ценность Для Бога Чтобы Этот Ребенок Мог Когда Он Возрастает Чтобы Он Мог Служить Ему И Что То Сделать Для Строительства Царства Небесного Как Написано Для Созидания Церкви Другими Словами Библейским Языком Синодальным Если Говорить Когда Господь Дает Каждому Дары Я Как-то Разговаривал С одними Родителями У которых Были Дети И Дети Подрастали Я Спрашивал Говорю А чем Кем Вы Хотели Чтобы Ваши Дети Стали Я Смотрю Что Родители Вкладывали Очень Много В Воспитание Этих Детей Особенно В Образование Детей Разные Музыкальные Кружки Разные Курсы Дополнительные Для того Чтобы Ребенок Стал Лучше И Чтобы Он Стал Более Образованным Подросток Ребенку 14 лет Я Спрашиваю Кем Вы Хотите Чтобы Он Стал Юристом Чтобы Он Был Юристом Это Все Да Это Все Друзья Это Верующие Люди И Я Думаю Что Очень Часто Мы Недооцениваем Это Хорошо Как Чтобы У наших Детей Была Профессия И Я Сам Хотел Бы Своим Детям Передать Какие-то Знания Чтобы Или Помочь Им Получить Определенные Знания Но Это Не Главное Это Друзья Не Главное Главное Это Чтобы Наш Ребенок Был Спасен И Чтобы Он Принадлежал Богу Какая Правую Сторону Козлов Поставит По Левую Сторону Подобно Вот Как Мы Читаем Это Сравнение Какая Вам Будет Радость Когда Вы Будете Стоять Среди Спасенных А Ваш Ребенок Образованный Опытный Умный Будет Стоять На Другой Стороне И И В Погибель Скажите Вам Будет Этого Радостно Я Не Думаю Что Какой Родитель Будет Наших Детей Богу Насколько Мы Готовы Пообещать Богу Или Насколько Мы Готовы Посвятить Наших Детей Богу Это Большой Вопрос Для Всех Из Нас Сегодня Анна Взяла И Привела Своего Сына Господу Друзья Наша Задача Сегодня Точно Так Как И у Анны Благодаря Ее Примеру Взять И Привести Своих Детей Господу Мы Видим Что Мы Не Можем Спасти Наших Детей Но Мы Можем Что-то Сделать Для Этого Почему Мы Не Можем Спасти Потому Что Дар Спасения Это Подарок От Господа Это Только Дух Святой Дает Но Мы Видим Интересный Пример Для Подражания В Новом Завете Когда Родители Написано Приводили Своих Детей Чтобы Иисус Возложил На них Руки Помните Такую Историю Интересно Что Иисус Не Бегал Где-то Там По Городам По Шатрам Выискивал Где же Там Маленький Ребенок Дай-ка Я Сейчас На него Руки Возложу И Благословлю Его Нет Родители Должны Были Сделать Действие Со Своей Стороны Они Приводили Детей К Иисусу А Потом Действие Со Стороны Бога Со Задача Сделать Все Возможное Подвести Нашего Ребенка К этому Моменту Встречи С Богом Встречи С Иисусом Если Мы Это Не Делаем То Мы Плохие Родители То Мы Не Выполняем Функцию Которая Возложена На Нас И Мы Видим Что Вот Это Действие Точно Так Как Спасение Это Действие Двух Сторон Должен Выйти Человек Навстречу К Богу И Господь Спасает Его Мы Видим Что Блудный Сын Возвращаясь Со Своей Вот Этой Жизни Пропавшей Потерянной Жизни Он Идет Навстречу К своему Отцу И Отец Выходит Навстречу К нему Отец Не Сидит Где-то В доме Не Ожидает Когда Этот Сын Придет И Пойдет Перед Ним На Колени И Принесет Все То Что Он У Него Забрал Раньше Нет Отец Выходит Навстречу Мы Видим Действие С Двух Сторон Друзья Наша Задача Сделать Действие С Нашей Стороны Наша Задача Сделать То Что Господь Вложил Нам Как Нашим Родителям Чтобы Мы Могли Привести Своих Детей К Нему И Тогда В этом Мы Сможем Выполнить Нашу Задачу Как Огромное Доверие Богу Друзья Это Огромное Доверие Богу Как-то Я Разговаривал С одной Молодой Семьей Которые Очень Ждали Своего Первого Ребенка Я Говорю Вы Знаете Что Вы Хотели Бы Чтобы Ваш Ребенок Был Спасен Да Конечно Хотели Бы Чтобы Он Вырос Верующим Чтобы Он Вырос Детем Божиим А Если Он Не Вырастет Таким Ну Конечно Мы же Не Можем Знать Что В Будущем Будет Говорю Вы Знаете Что Маленькие Дети Наследуют Царство Божие Потому Что Они Еще Маленькие Написано Ибо Таковых Есть Царство Небесное Это Абсолютно Библейское Учение Когда Если Умирает Маленький Ребенок То Он Идет В Царство Небесное Ну Да Мы Знаем Это Вы Готовы Помолиться Господь Если Этот Ребенок Которого Ты Нам Даешь Если Он Вырастет Неспасенным То Лучше Забери Его В Детстве Вы Знаете Немногие Готовы Помолиться Такой Молитвой Почему Потому Что Это Вопреки Нашему Родительскому Инстинкту Потому Что Это Вопреки Тому Что Наша Природа Нас Учит И Говорит Ты Должен Заботиться О нем Как Это Так Ты Можешь Сказать Господь Забери Моего Ребенка Друзья Но Насколько Мы Доверяем Богу Насколько В чем Выражается Наше Доверие Богу Поэтому Сегодня Я Приглашаю Вас Друзья Подумать Об этом И Задуматься О том Можем Ли Мы Сделать Эти Три Простых Действия Которые Сделала Анна И Посмотрите На Результат Какие Последствия Этого Доверия Богу Давайте Теперь Перевернем Страничку В Библии И посмотрим Какой Жи был Результат Мы Видим Что Анна Потом Когда Привела Его И отдала Его Илью Отдала Своего Ребенка И мы Потом Читаем Что Она Мы Сейчас Прочитаем Вот Вторая Глава С первого Стиха И молилась Анна И говорила Возрадовала Сердце Мое В Господе Вознесся Рог Мой В Боге Моем Широко Разверзлись Уста Мои На врагов Моих Потому Что Я Радуюсь О спасении Твоем В одном Стихе Слово Радость Упоминается Два Раза В одном Стихе Анна Вместо Того Чтобы Печалиться И горевать Вместо Того Чтобы Расстраиваться Что Вот Был У меня Сын Которого Дал Мне Бог Его Теперь Я Его Вынуждена Была Отдать Она Радуется Радость Не разочарование А радость Потом Мы читаем С 18 Стиха Что Отрак Самуил Служил Пред Господом Надевая Льняной Ефот То есть Отрак Это ему Уже было Вероятно Более Десяти лет Тинейджер Верхнюю Одежду Малую Делала Ему Мать Его И Переносила Ежегодно Когда Приходила С мужем Своим Для Принесения Положенной Жертве И Благословил Или Елкану И жену Его И сказал Да даст Тебе Господь Детей От жены Сей Вместо Данного Которого Ты отдал Господу И пошли Они В свое Место И посетил Господь Анну И зачала Она И родила Еще Трех Сыновей И двух Дочерей А Отрак Самуил Возрастал У Господа Господь Благословил Ее Щедро Вознаградил Ее За ее Доверие Господь Щедро Вознаградил Он дал Ей Даже Ни одного Ребенка И не Четверых Детей А дал Еще Пятерых Детей Дополнительно К Самуилу И Для нее Естественно Это была Огромнейшая Радость И Вот этот Весь Позор Который Она Несла На себе До того Времени Как у Нее Родился Самуил Господь Снял С нее Потому что В народе Это позор Был такой Определенный Что женщина Не могла Иметь Детей И мы Видим Еще Одно Последствие Мы видим Что Самуил Стал Одним Из Величайших Священников В истории Израиля Не только Священников Он еще И судьей Стал Одновременно То есть Он Заменил Илья Священника Илья На его Должности Или На его Посту В его Служении И Когда мы Смотрим Его роль Она была Огромнейшей В формировании Нации Израиля В построении Этой Нации Мы видим Что Самуил Это был Именно Тот Судья Который Помазал На царство Саула Это Именно Тот Который Потом Помазал Давида На царство Мы видим Что Он был Там Когда люди Защищали Воевали С филистимлянами И так далее Его роль Была Огромная И благодаря Всему Лишь Одному Поступку Одной Женщины Которая Посвятила Своего Сына Для Господу Которая Посвятила Своего Сына Для Господа Поэтому Сегодня Я призываю Вас Особенно Матерей Будьте Неправильными Матерями Будьте Такой Матерью Как Анна Посвятите Своих Детей Богу И не Только Матери Матери Просто Наверное Больше Привязаны К детям И больше Времени С ними Проводят Хотя Очень часто Работают И отец Работает И мать В семье Работает И как бы Оба Заняты Но Как-то Так Получается Что Наверное В подавляющем Большинстве Семей Мать Все равно Проводит Больше Времени Со Своими Детьми У нее Больше Времени Передать Вот эти Свои Ценности Свое Мышление Свои Взгляды Своим Детям Поэтому Очень Важно Чтобы Мы Были Такие Как Анна Доверяйте Господу Как Анна И Господь Не останется В долгу Господь Усмотрит И благословит Давайте Встанем И помолимся Аминь